Ой, слушай, так хорошо. А что ты будешь делать, когда война закончится? Это она закончится? И что закончится? Надеюсь, буду в городе жить, семья будет, дети двое обязательно, мальчик и девочка. А дочку Катя. Ой, красивое имя. А почему Катя? Посмотри, пожалуйста. О, подруга. Она в бою? В рабочем спуске. И в тылу, на нее можно побежать. Да, Катя? Держи. Спасибо. И имя-то со смыслом, кстати говоря? А, да, наша боевая машина так называет. Вот, совершенно верно. Что-то где Катя? А вон уже вышла на берег крутой. Все как в песне. Расцветают яблони и груши. Поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша. На высокий берег на крутой. Как Катюша из песни, как и я сейчас. С ракетный миномет тоже частенько выходил на берег крутой. Это увеличивало дальность полета снаряда в разы. Именно поэтому БМ-13 прозвали таким ласковым именем. Но, кстати, есть еще и другие версии. Евгений, здравствуйте. Расскажите мне, пожалуйста, еще. Ведь существуют версии, почему вот эта машина получила такое красивое женское имя. Боевая машина Катюша. Реактивная установка. Версию Катюши получила еще так, как маркировка на броне, то есть на борту была обозначена буквой К. Первые восемь машин были изготовлены в 41-м году на Воронежском заводе имени Коминтерна. Отсюда и попала начальная буква имени на борт кузова. Буква К по аналогии с девушкой, которая пела песню «Выходя на берег», «Катюша». И звук при выстреле боевых зарядов, реактивных снарядов, тоже был очень мелодичный, красивый. Который нравился нашим бойцам, они ласку называли «Катюшкой». А немцы называли «Сталинским органом». У этой героини современным девушкам есть чему поучиться. Если кто-то попадал в поле зрения «Катюши», то избежать ее внимания он уже не мог. Залп полка гвардейских минометов «Катюши» накрывал площадь 100 гектаров. И передний край противника горел. В суровых военных условиях «Катюшина» бережливость и расторопность не могли быть неотмечены. Стоимость «Катюши» по сравнению с артиллерийским орудием была меньше. Но по мощи, по эффективности она ее превосходила. Вот представьте, залп полка гвардейских минометов, 576 снарядов, выпускали в течение 7-10 секунд. А для того, чтобы примерно нести поражение, приходилось применить аналогично три артиллерийских полка. При всей собранности машина имела горячий характер. Особенность снарядов в том, что они еще зажигательные. Температура горения достигала от 600 до 800 градусов. Представляете, плавился металл, все горело. Ну что же, земля под обстрелом данной машины горела в прямом и переносном смысле. А у нас на съемочной площадке становится холоднее. Тем не менее, наш интерес не угасает. Норман, здравствуйте. Что можем сделать с «Катюшей»? Что-то можно сделать вот с этим вот образцом? Мы можем произвести вертикальную горизонтальную наводку и произвести разряжание, заряжание установки. Данная рукоятка с помощью винтового механизма поднимает ферму с направляющими. Угол максимальной поднятия 45 градусов. Плюс берег крутой, да? Да. Если мы работаем в закрытых позициях, это было очень полезно и правильно. Вот она поднимается у нас, ферма с направляющими. Но вы это легко делаете? Да, я делаю это легко, одной рукой практически. То есть, соответственно, когда машина переводилась из походного положения в боевое, каждый номер расчета знал, куда ему бежать, что делать. У него были все свои обязанности. А девушку вообще брали для того, чтобы помогать? Ну, я думаю, что это все-таки более мужское. Заряжанию приступить. Я могу вам как-то помочь? Да, да, да. Да, вы можете нам помочь, поддержать. Главное, чтобы она на меня не упала. Сейчас подаем в направляющие. Ух ты! Так, так, так. Все, готов? Готов? Здесь я насчитала 16 снарядов, правильно? Все верно, да. Каждый весом по? 42 килограмма. И полная перезарядка проводилась за? 10-15 минут. И сколько ребят участвовали в этом процессе? Обычно заряжание производят два человека, которые подают именно на направляющую. Соответственно, есть еще те, кто спаковывает ящики и подают их ближе сюда. Это была быстрая работа. Конечно, да, это слаженная командная работа. В копилку «Катюши» еще одно качество – умение собрать вокруг себя команду крепких парней. Мне на самом деле было очень интересно рассказать именно об этой машине, не только потому, что она моя тезка, но и потому, что мы с ней из одного города родом. Она из Орши. Во всяком случае, первый залп ее был сделан примерно там. Применение гвардейского миномета «Катюши» было 14 июля 1941 года. 15 часов 15 минут батарея капитана Флёрова накрыли залпом в железнодорожный узел, на котором скопилась живая сила и техника противника. Он был стерт с лица земли. То есть немцы понесли большие потери. Это было очень эффективно. Но, к сожалению, батарею потеряли. Так как войска отходили наши, пришлось секретное на тот момент оружие привезти в негодное состояние. В каждой машине было взрывное устройство весом до 10 килограмм. То есть подрыв произвел сам командир батареи Флёрова. Пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы сохранить секрет. Да, сохранить секрет. И именно в Орши находится единственный памятник БМ-13. Той самой «Катюше» из песни.